АПЛОДИСМЕНТЫ А, я не помешаю? Пожалуйста. Тема передачи – легализация оружия. Кто герой? Бывший воин-афганец. А, Вижена Павлова и жену напали отморозки. Афганцы оглушили, над женой надругались. Жесть. Да, но у нас… Идеальный герой на тему оружия. Молодец. Прямо в десятку. Спасибо. Дело в том, что афганец сорвался. Ну, то есть, он сначала согласился, и все было в порядке, а потом нас послал. У нас эфир через два часа. Ты с ума сошла? Я понимаю, но он нас послал. Телефон. Телефон афганца давай! Прости. Телефон афганца. Телефон афганца. Телефон афганца. Алло. Добрый вечер. С вами говорит Алексей Ногайцев. Да, мне по ровну, кто ты такой. Ты же из меня клоуна хочешь сделать. Послушайте, уважаемый, чем больше людей выскажется на эту тему, тем проще будет гражданскому обществу составить правильный запрос. Давай без этой ботвы. Ты мне эфир срываешь, ты это понимаешь? Да видал я твою программу. Телпы. Живешь чужими несчастьями. Слышь ты, обойдемся без тебя, герой войны. Мало тебе там на улице что ли дали, я бы добавил. Да, пошел. Держи. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер. Тема нашей передачи – легализация оружия. Они видят в этом законе защиту от роста преступности? Другие сравнивают этот закон с новым вариантом русской рулетки. Но так ли они правы? Это закон, его противники называют аттракцион со смертью. Алексей Нагайцев, программа «Давайте обсудим» сегодня с вами. Какое шоу, будет шоу. Бежим отсюда! Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Пассажер программы Татьяна Веселова. Жаль ее очень. Ногайцев такой молодой, красивый был. А вот мне интересно, а почему вот тех двоих никто не оплакивает? А, вы, наверное, думаете, что их шлепнули в нагрузку к Ногайцеву, как гарнир к мясу? Нет, мы так не думаем. Я бы так думал на вашем месте. А Сторожев где? Вон он. Смотрите, что нашел. Снайпер оставил на лёжке. Три выстрела, три трупа. Профессионал? Меткий, но вряд профессионал. Натоптал, оставил гильжи и ушел с оружием. Хотя могли заметить. Вот что-то мне подсказывает, что наш дилетант не совсем дилетант. И дальше будет стрелять по людям. Будешь же еще стрелять, Николаевич? Позитивный настрой у тебя. Факты? Вещь упрямая. Мы когда снимали сюжет про Павлова, я была поражена тем, что он вообще ни разу не промазал. Очень метко стреляет. Так что я сразу поняла, что это он убил. Из-за ссоры с ведущим? Ну да. Павлов снайпер. Он служил в Афганистане. Несколько лет провел в плену маджахедов. Серьезно? История у него, конечно. Год назад на Павлова с женой напали вооруженные отморозки. Его вырубили, ее изнасиловали. Она не выдержала, через месяц покончила с собой. Да. Если бы Павлов был вооружен, у этих отморозков не было бы шанса. Ну, собственно, поэтому мы его и взяли в качестве героя. А у меня есть к вам вопрос один. Можно? Да. А вы спали с Ногайцевым? Что? Ну, другими словами, Ногайцев спал с вами. Простите, я не очень понимаю, какое это имеет отношение к убийству? Вот я смотрю журнал. По сути, это диагноз. Анамнез Ногайцева, подтверждающий его глубокий, глубокий комплекс неполноценности. И? И вот, железных статуэток явно было недостаточно для подтверждения своей значимости. Ему нужно было что-то такое теплокровное. Ну, как это объяснить? Простите, пожалуйста, я, наверное, оттупела к ночи, но я не очень понимаю, сочи вопроса, правда. Такому мужчине ведь невозможно отказать? Ну, да. Лариса Ивановна, ой, простите, я забрала… Простите, а вы кто? Вообще-то, я здесь работаю. Подождите, пожалуйста, мы вас попозже опросим. Да, подождите, вы нам очень пригодитесь еще. Хорошо. Когда Павлов отказал Ногайцеву, что было? Ну, Леша, конечно, не очень хорошо ответил. Скажем так, он его унизил. Он действительно не терпел возражений. Ну, я бы не хотела говорить плохо о покойном. Ой, да ладно, нам наплевать, честно говоря. Ну, работать с ним было действительно иногда очень трудно. Вы себе даже не представляете, до какой степени. Ну, почему же не представляем? Очень хорошо даже себе представляем. Я вижу, меня здесь не любят. Пойду к вашему начальству вместе со своим, может быть, меня там по достоинству оценят. Странно, Ногайцев выходит первый. Первый стоит на линию огня. Да, а стрелок убивает сначала прокурора. Ну, ход мысли такой. Киллер стреляет в прокурора, потому что судейский, он тот же военный. И знает, ну, или может знать, как вести себя при обстреле. Ну, это если только стрелок не играет с убитыми в кошки-мышки. Во что? В кошки-мышки. Цель стрелка один человек, все остальное ложный ход. Ведь все эти бизнесмены, прокуроры и ведущие, люди не бедные? Ну, да. У всех есть родственники, близкие, семьи, любовницы. И всем чего-то не хватает. Денег или внимания? Обычно не хватает того и другого. Да. Черт, а. Застряла, слушай. Сломался. А как я теперь… Слушай, тебе кажется, это смешно? Нет, мне это кажется очень трогательным. Да поставь меня уже, что ты делаешь? Пожалуйста, не шевелись, ты мешаешь мне найти ключи. Молодцы. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Что ты все успокоит? Ой… Да. Может… Поедем уже? Да. И верни мой каблук. Да. Угу. На. Я постегнусь. А Павлова было отчего сойти с ума. Когда его жене сообщили, что его убили, она не поверила. Уже и однополчане скинулись на его памятник, а она все равно его ждала. Да. Представляете, какая любовь. Ну, это не для нашей передачи. С учетом времени с расчленен, изнасилованием и стрельбой в финале. Ну, на ловца и зверь бежи. И что у нас со стрелком? Есть результаты экспертизы? Ну, вам повезло. Есть на гильзах пальчики. Хорошо. В кармане. Если… если они сойдутся по базе… Я сразу позвоню. Отлично. На гильзах есть чьи-то отпечатки, а Павлов исчез. Телефон его тоже не отвечает. Он же психопат, он не идиот. Отключил. Сюжет про Павлова показывали в начале шоу. Если Павлов в это время был дома и смотрел телевизор, то это было бы с Олей на его раме. Как вы думаете, он бы успел к концу записи? В кармане. На гильзе отпечатки пальцев Павлова. Удивительный ротозей этот ваш Павлов. Метко стреляет, но повсюду оставляет свои следы. Чтобы покерный супермен, который играет как бог, путал комбинации, так не бывает такого. С задачей снайпера поражать цель, а на следы ему наплевать. Поехали к Павлову. Я, пожалуй, не составлю вам компанию. Да. 56-я. Мы уже давно соседи по площадке. 56-я. Хорошо знакомы с вашим соседом? Я, да ну, как сказать, видела его, но… Похоже? Да, жена. Красивая. Ты красивее. Какая прелесть. Да. Плен, конечно, отрицательно сказался на Павлове. Угу. Представляешь, как была счастлива его жена, когда узнала, что он не погиб, а жив? Да. Плен на нем сказался жестко. Мощный транквилизатор. У меня друг такой принимал, когда у него брата убили. Быстрый вариант счастья. А мне первый вариант больше нравится. Про любовь? Да. Транквилизатор мощный. Угу. Вчера была суббота. Значит, скорее всего, за рецептом Павлов к врачу попасть не мог. Вероятно, сработал синдром отмена. Когда таблетки перестают действовать, а психоз усиливается. Ну, и где нам искать этого психа без таблеток? Чтобы найти психа, нужно стать психом. Кажется, есть у меня такой один знакомый. Мне неудобно говорить. Сейчас за мной гонятся сотрудники доблестной дорожной полиции. Что давять натворил? Всегда мечтал поучаствовать в нормальной полицейской погоне. Кажется, моя мечта осуществилась. Привните к обочине. Повторяю. Возите. Вверх автомобиль. Остановите. Стоять. Так, руки. Руки за спину. Наш клиент, я его забираю. Свободу консультантам докладываю. Следственный эксперимент прошел успешно. Не снимайте наручники. Потом вернем. Эксперимент получить по морде от сотрудников ГИБДД? Ну, знаешь, мордобой – это издержки любого эксперимента. Но Павлов вполне мог посмотреть видео и успеть на место преступления, проверенное эмпирически. Почему ты не подчинился требованиям сотрудников ГИБДД? У меня машина лучше. И что? Ну, могли произойти определенные погрешности в расчетах. Но, слава богу, у ребят оказалась такая же машина, как и у Павлова. Надеюсь, я сейчас заслужил свободу? Нет. Гиперфункция ответственности убивает пространственное воображение. Ты опасен для общества. Ты не подчиняешься требованиям сотрудников полиции. Еще ты сломал мне каблук. У тебя есть ключи? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Вот не надо только сравнивать нас и США. В Штатах легализация оружия – это была вынужденная мера. После окончания войны между Севером и Юлом на руках у населения скопилось огромное количество оружия. Отобрать его не было никакой возможности, а добровольно, естественно, никто не сдавал. И что, как-то контролировать его? И была придумана вот эта легализация. Специально поставила на паузу, чтобы вы успели посмеяться. Может, пусть он тоже посмеется? Есть новости? Погибшие, прокурор Оболдин, бизнесмен Ряжцев и ведущий Нагайцев были противниками легализации оружия. То есть, если стрелок Павлов… То цели выбраны не совсем случайно. А что может связывать этих трех убитых, ну, кроме точки зрения снайпера? Ну, мы отрабатываем личную жизнь, профессиональную деятельность, но пока ничего. А Фрейд чем занят? А Фрейд прячется в бессознательном. Нет, я занят поиском слабых мест в игре сильного игрока. Ну, и воздушной версии снайпера. Просто мы не можем понять, каким образом снайпер попал на чердак. Потому что в тот вечер посторонних в доме не было. Ну, снайпер мог снять квартиру заранее? Нет, я это проверял. Два месяца никаких новых жильцов тоже не было. Глухо. Павлов объявлен в федеральный розыск. Пока никаких результатов больше. О, кто это нам звонит? Ой, ероченька. Может он нам поможет с решением трудных вопросов? Подскажет, где нам искать пропавшего Павлова и почему на него указывают все улики? Могу я как-то воспрепятствовать стремительному развитию отношений с человеком из воинственного рода ратникам? Если прыгнешь с крыши, разобьешься, а я сойду с ума от горя. Точно сойдешь? Есть зацепка у меня на этого Николая Ряжцева? Родственник убитого бизнесмена? Ну что, уже в курсе? Ну, так догадка. Хорошая догадка. Он младший брат. Мне сказал телефонный оператор, что Николай во время убийства находился рядом с местом преступления. Мотив? В Братьев был общий бизнес лет десять назад. Николай потом увлекся в казино, карты. Тянул с фирмы деньги. Нет, Петя не дурак был. Он бизнес вовремя с ним разделил, с этим Николаем. Николай проигрался в пух. А Петя вырос счастливым, богатым человеком. Когда нет нормальной версии, подходит любая ерунда. При чем здесь казино? Я всю жизнь играю, горе не знаю. Ряжцев пустышка. Он в десанте служил. Его там стрелять научили. Пустышка. Парить, что он не убивал? На ящик фива. Если он окажется убийцей, я спрыгнул с крыши дома, откуда он вел огонь. Руби. Это, кстати сказать, о гарантиях. О чем? Это на своем, а лично. А если этот идиот действительно прыгнет, что будем делать? Фрейд, тогда прыгнем, тогда и поговорим. А ты говоришь, что все три гильзы здесь нашли, на этой крыше? Да. А если в дом невозможно попасть по земле, может быть, возможно, как-нибудь по воздуху. Это как? Не знаю. Думай. Зачем мне убивать брата? Как зачем? Петр хорошее наследство оставил. Ну, так не мне же, а матери. Правильно. А из доброй мамаши легче деньги тянуть, чем из брата. Согласитесь? Ряжцева, сапога, пробить. А-а-а. Мне плохо. Как интересно. Вас видели, когда вы шли по улице с футляром от гитары. Это прекрасная переноска для снайперской винтовки. Ряжцева засекла камера видеонаблюдения, когда он выходил из метро. У него в руках был чехол от гитары. А кому сейчас легко? Где же Фрейд, а? Начальник, в конце концов, должен знать, где прохлаждается в рабочее время ее подчиненные. Ну, ладно. Сначала признание. Ты где? Хочу проверить версию о летающих снайперах. А здесь красиво. И до крыши соседнего дома недалеко. Ты псих? Да, мне нравится, что ты за меня волнуешься. Придурок, а? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Фрейд! Ты где? Вообще, полицейские идиоты те, которые не верят в чудо. Во время аттестации я бы обязал их проходить тест на детекторе лжи. А всех отлынивающих, а всех отлынивающих увольнять к чертовой матери. Повернись направо. Видишь провод? Тут много проводов. Теперь еще раз повернись направо. Видишь меня? С тобой все в порядке? Ты когда в последний раз был у психиатра? Ну, с моим диагнозом я должен посещать психиатра по закону раз в месяц. Что я хочу тебе сказать? Снайпер здесь выбрал отличную точку для обстрела. И отличное место для безопасного отхода. Так что вот эту версию безумно спонтанного Паула можно смело отложить в сторону. Ну, что ж. Еще одна новость. Ряжется в младшем больнице. А-а-а! После пыток Перницкого. Жив хоть? Да жив. Сердце прихватило. Надо в управление возвращаться. Давай, а как? Ты ко мне или я к тебе? Да. Жена подарила. Не сомневался, кто бы еще генералу юстиции мог подарить цветок под названием юстиция? Вот хитрая женщина. Подарок это как пояс верности. Вечное напоминание о вручившем. Ну, все зависит от точки зрения. Другое название цветка и габиния. Звучит почти как свобода. Правда, некоторые незаслуженно ей пользуются. У меня начальство сегодня все с ума посходило на ролевых играх. Одна даже на меня кандалы надела. Угадай, кто? Ты вообще понимаешь, что своими выходками ты практически толкаешь Анну в постель к Ратнику? Я этого не говорил. Встань. Я сегодня утром по телевизору смотрел передачу «Человеки-волки». Это ученый-зоолог, который прижился в волчьей стае, стал вожаком, охотился с ними, жрал вот эту свежатинку все. Ты к чему сейчас это, а? К тому, что у него есть жена. Волчица из стаи? Нет. Обычная женщина-бухгалтер. Если у такого полудурка есть родная душа, значит, у остальных есть надежда. Ты сейчас кого-то конкретно имеешь в виду? Да. Все холостое человечество. Что у нас пожертвовал? Прокурор Оболдин. Номер один. С зэками, которых засадил прокурор, можно заселить маленький город. Улица Макавшников, переулы Гопников, тупик коррупционеров. Город-сад! За последние полгода Оболдин закрыл одного очень известного криминального авторитета. По деньгам не договорились. А то, как стрелок подготовил к себе путь отхода, тебе ничего не говорит? Мы имеем дело с профессионалом высокого класса. Согласен, товарищ генерал. Очень она неровная. А ты что скажешь? Ну, возможно, ни одна из жертв не является настоящей целью. Но расстрел, это не что иное, как некая акция устрашения. Да, это было бы хуже всего. Дорогие авторюбители, люди, от этого на дорогах. Тробки в Москве 4 балла. Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе всех событий. Так, ребят, левее еще поставим. Еще, еще, все. Все, вот так, хорошо. Ребят, штатив один сюда поставим. Да. Это вы невозможный человек. Вы знаете, вот как раз у меня сейчас нет времени. Держу вас разочаровать, но на этот раз вы меня как раз и не интересуете. А вот вы другое дело. Почему? Вы симпатичная. Еще левее. У вас на челе лежит печати интеллекта. Это очень сексуально. Да. Вы хотите что-то узнать? Да. Я хочу узнать, кто успокаивает вдову Нагайцева в больнице. Продюсер Татьяна Ксилова находится в больнице. У нее нервный срыв и, извините, я, к сожалению, больше ничего не знаю. Да. Но это слова для прессы. А почему вы уверены, что я расскажу вам какие-то другие слова? Ну, во-вторых, я тебя тоски обаятелен. Вы пропустили, во-первых. Во-первых, вы сами знаете, что произошло убийство. Погибли три человека, застреляны. Убийцы до сих пор расхаживают на свободе. Хорошо, давайте не здесь. Поехали ко мне. Ну, так, на всякий случай, думал, вдруг прокатит обычно прокатывает. Денис! Веселова застала Нагайцева в поиске. С какой-нибудь юной, очаровательной барышней из временного цеха? Нет. Новая пассия была лет на десять старше продюсерши. Влиятельная особа. Не то слово. Она входит в совет директоров одному из крупных каких-то банков и курирует медианаправление. Секс ради карьеры. Уважаю. Айтина Веселова в свое время превратила никому неизвестного журналиста из города Тюмень в звезду телеэкрана Алексея Нагайцева. Ну, вы представляете, какие было обидно? Я бы убил. Веселова от госпитализации отказалась, местонахождение неизвестно. Оператор сотовой связи никакие данные в режиме реального времени не предоставляет. Ну, как нам искать Веселову? А зачем ее искать? Она находится вот здесь. Ты как это узнал? Зачкинется. Слышала выражение? В лесу живу. Отметься с помощью гаджетов в соцсети на карте, где ты затусовался. Смотри. Зачем Веселова так подставляется? Она же типа в больнице. Привычка. Приехала в модную точку, зачекинилась и все видят какой-то крутой. Да. Элитный пейнтбольный клуб Решито. Водова поминает безвременно ушедшего мужа азартной стрельбой красящими шариками. Прикольно. Знакомые интонации напоминают Фрейда. Нравится стиль? Нравится. Но не Фрейд. Слышите. Водова поминает безвестный клуб Решито. Вот. Вот та Принцесса в башне, это и есть весело. Спящая красавица. Все в нее стреляют, а никто не может попасть. А вот это, видимо, два ее верных оруженосца. Один из них, скорее всего, он у нее новый фаворит. Или оба. Ну, она же миллионерша, может себе позволить. А сейчас мы узнаем, кто конкретно. Подержим. Мужчины с оружием пробуждают вам не первобытные инстинкты. Можно я взгляну? Можно. Стрелять-то умеешь? Черт. Ой, что же вы не сказали, что такой легкий спуск? Вот зараза. Ну, что я не понял, жить надоело? Следственный комитет. Гражданка Веселова, а мы к вам. Вы, я смотрю, выздоровели? Что вам надо? Мы приехали выразить вам свои соболезнования. А поконкретней? Нагайцев свинья. Предал вас ради карьеры. Вы правильно сделали, что заказали его. После что вы несете, а? А мы всегда на стороне обманутых жен. Кому больнее, тот и действует. Да. Где стрелять научилась? На конкурсе красоты. А чему вас там еще научили? Если бы Люда не спровоцировала Мазура, неизвестно, сколько бы мы его еще искали. Ну, с Мазуром пока непонятно. А вот то, что Веселова нас жалобами засыплет. Это наверняка. Радостного все придумали с Веселовой. А что придумали? Застрелить Нагайцева. Для отвода глаз убить бизнесмена и прокурора. Сварить все на Павлова. Куда спрятали его труп? Смешно. Я давно такого бреда не слышал. Мазур. Дворник дал показания, что видел, как вы парковали свой автомобиль рядом с местом преступления. Ни Веселова, ни Мазур не спешат колодца. А что ты ожидала? Им грозит пожизненное. Тут поневоле елой будет швертаться. Получается, Веселова – это кита раз бульба в юбке. А ты что, никаких других книг не читала? Не разочаровывай меня, крошка. Смотри, сначала Веселова делает из простого парня харизматичного Нагайцева. А потом, когда он ее предает, заказывает его… Ну, то есть, получается, я тебя породил… Ну, да, да, я помню. Ну, вот. Слушайте, я вообще не понимаю, о чем вы говорите, правда? Да я сам не очень понимаю. Яблочко от яблоньки. Твой отец заядлый охотник, привет тебе передавал. А что вы ему сказали? Родители ж хвалят тебя за меткость и ум. Ну, за меткость и я бы тебя похвалил бы. Подпишешь признание, может быть, когда-нибудь увидишь отца. А не дашь, получишь пожизненное. Дворник видел меня на стоянке, потому что я приезжал смотреть съемную квартиру. Чтобы жить поближе к работе. Я навела справки, Антон Мазур – это новый бизнес-проект Татьяны Веселовой. Ведущий Антон? Через неделю премьера нового реалити-шоу по телеку про охоту. Все, от меня и Гоголя. Мазур никого не убивал, Веселова никого не заказывала. Да почему? Дважды выращивать ведущего – это уже не случайность. Это система. В каком смысле? В смысле, что у Веселовой очень развит материнский инстинкт. Я проверяла, детей у нее нет. Сублимация. Мазур Ногайцев – для нее истинные дети. А настоящая мать никогда не убьет свое дитя, как бы сильно оно ни нашалило. Звучит убедительно. Куда уж убедительно. Я такой тип жены-матери, которая учит новую жену готовить диетические блюда своему бывшему мужу-язвеннику. Есть новости от Ряжцева. Я пообщалась с его женой. В общем, Ряжцев пытался продать гитару своей дочери. Какой негодяй. В покер, небось, хотел сыграть. Настоящий убийца, скорее всего, прочитал объявление в сети и назначил встречу Ряжцеву у телестудии. Чтобы заманить Ряжцева на место преступления с чехлом от гитары. Изобретательный гад! Вить! Я в порядке. Убийца позвонил Ряжцеву из телефона автомата, который находится рядом с телестудией. Кто-то упорно нас водит по ложному следу. Да. Снайпер Павлов исчез. Десантник Ряжцев не убивал. У охотника Мазура алиби. Вить, ты с нами, нет? Да. Рыбки сыты? Да. Тогда всем приятного вечера. До завтра. Ряжцев игроман, но он не убивал. Как ты это понял? Догадаться несложно. При игре эмоции нужно держать заперти. Должен быть план, расчет, логика. Тогда дистанция свою отдаст. Ну, это просто портрет нашего Ряжцева. Дальше. Поймите, коллега, игроман и игрок — это не одно и то же. Игроману нужны острые ощущения. А хороший покерный игрок должен уметь считать лица, считать комбинации, контролировать себя. Очень, знаешь ли, помогает в жизни. Один случайный доезд у него, конечно, может быть. А потом апстрик, везение кончилось, а вместе с ним и деньги. И он идет продавать гитару дочери. Логично. Тренируйте мозг, коллега. Если что, могу помочь с регистрацией на сайте. Класс. Где купили? Я не покупала. Можно? Фрейд? Как будто сама выбирала. Дилемма — принять или отвергнуть? Тренируйте. Да? В ресторан? Во сколько? Вор в законе. Зовут Камень. Вор старой формации. Это один из бывших клиентов прокурора Оболдина? Именно. Фу жара. Радикулит прихватил. Это отсидячая работа. Кто из подсудимых по делу Оболдина мог заказать его? Хочешь, чтоб я даром слил? Какой мой интерес, чтоб я так вскрылся? А что вы за это хотите? А ты игровая. Пойдешь ко мне на свиданку. Через полчаса уйдешь на подъеме с информацией. Как тебе такой прикуп? Радикулит не помешает? Да, кстати, с радикулитом верная смерть. И потом, дама ведь благотворительностью не занимается. А жаль. Жаль, уводите. Ну, не стало бы никогда камень царевать братьев-уголовников. Братва бы этого просто не поняла. Так что доброжелателей прокурора следует искать среди коммерческой части заключенных. Ну, хорошо, давай выясним, кто из обвиняемых по экономическим статьям мог попасть в СИЗО с помощью Оболдина. Могла, кстати, бы и согласиться. Что? Ну, а чем? Камень хуже ратника. Это романтика опять же. Вор в законе. Капитана юстиции. Ай! Бизнесмен Лосев обменяется в мошенничестве в особо крупных размерах. А дело Лосева было под контролем прокурора Оболдина? Ну, вот с помощью Оболдина им удалось отжать бизнес. Вернее, хотели отжать. А жадность? Нет. Молодая красивая жена, которую надо содержать, кормить, одевать, блажать, чтобы она не ушла к другому. Как говорит мой один знакомый психолог, если ты начинаешь кормить свою семью, ты волей или неволей хочешь кормить ее черной икрой. Заказали Лосеву Оболдину бизнесмен Ряжцев и этот ведущий… Нагайцев? Нагайцев. Вот. У них одно дело на двоих. А фирма зарегистрирована по подставной лице? Вот. Тут. А с фирмой Лосева они в своей сфере становятся практически монополисты. Или в их дружной компании появился еще один игрок. Или кто-то прикрывает Лосева из самого коллектива. Только так можно было собрать сразу три цели в одном месте. Гражданин Лосев, кто-то защищает ваш бизнес с оружием в руках. Вот интересно, кто он? Меня в маню приложу, чтоб так крошить всех из снайперской винтовки. Вопрос не ответил. Может, друзья? В смысле? Вы имеете в виду, есть ли среди моих друзей вооруженный и опасный супергерой? Ну, из родных. Неучтенный дядя. Жена умерла. Есть дочь. Но с ней отношения не сложились. Еще в 15 лет она перестала со мной. Разговаривайте. А где она сейчас? Я точно не знаю. Вышла за... Ты случайно лицо этого господина никого не напоминает? Жаль. Опять придется все дело самому. Волка. Красиво, да? Павлов в плену помогал старику-чеканщику, а потом сам стал чеканкой заниматься. Когда из Афгана вернулся, сделал портрет своей жены, а на фарсе внизу написал «Любовь навсегда». Так это его жена? Ну да, а кто? Извини, я потом. Девиз израильской контрразведки переводится как «Побеждает дерзкий». Правильно? Ахуя! 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 Павлов нашелся. Говорит, гостил у своего друга. Они вместе воевали. Ты знаешь, я даже рад, что отставной чеканщик жив. А ты где? Что? Почему у тебя такой странный голос? Странный голос у меня от того, что мне кажется, что каждая новая женщина в моей жизни пытается лишить меня детородных функций. Вольная? Екатерина Войноровская взяла мамину фамилию в 15 лет, когда родители развелись. До этого была Катя Лосева. Окончила журфак, после института вышла замуж и уехала в Израиль. Развелась с мужем, пошла в армию, окончила школу снайперов и была поставлена там инструктором. Научилась хорошо стрелять, видимо. Участвовала в Израильской и Ливанской войне. После рождения детей уволилась мать-одиночка. Редактор Мальцева дала показания, что Войноровская организовала тир, чтобы снять, как Павлов стреляет из пистолета и снайперской винтовки. А Войноровского хотела лично присутствовать на съемках, но разминулась Павловым из-за пробок. На съемку она опоздала. А вот гильза с пальчиками Павлова подрезать успела. На грани был. Хотел пойти на шоу всех пострелять. На больное давят козлы. Еще колеса кончились. Что ты навела? Женщина. Есть служба психологической поддержки. Лена. Так на жену мою покойную похоже. Прическа, цвет волос, глаза. Даже голос. Прям мистика. Она? Суд над Лосевым будет завтра. Рядом с судом? Да. Ей срок светит за убийство. Ей на дно лечь надо. Она все это сделала, чтобы спасти бизнес отца и обеспечить своих детей. Она будет там. Вперед, мой верный рыцарь. Я дико извиняюсь, но вы арестованы. Автомат на землю. Медленно. Полгода назад я узнала, что у меня опухоль мозга. Врачи сказали, что времени остался год максимум. И встал вопрос, кому оставить детей. Да, я вспомнила об отце. Узнала, что у него крутой бизнес. И поехала в Москву. А он оказался за решеткой. Тут пригодился весь опыт. И журналистика, и война. Валивание зарекла, что больше не возьму оружие в руки. Я защищала свою семью. Отца и детей. Ваш отец и дети уже скоро будут здесь. И вы сможете их увидеть. Слушай, а ты два сможешь достать? Ага. А сколько будешь ждать? Час? Очень хорошо. Все, да, бегу к тебе. Давай. О, привет. Слушай. Пропадают два билета на Стинга. Не хочешь составить мне компанию? Спасибо. Прям таки пропадают. А вообще просто пропадают? Ну, раз пропадают, то конечно. Ага. А ты посетишь пока с детьми Войнаровской? Я пока на допросе. Их сейчас привезут. Сейчас? Да. Ну, часик, не больше. Ты же не торопишься? Спасибо, коллега. Алло. Да. Ванна, нет. Слушай, нет. Я не передумал. Мне очень нужны эти билеты. Просто я не могу сейчас приехать. Сможешь ты приехать сюда? Ну, что значит, ты не можешь сюда к нам приезжать в управление? Ну, что? Ну, придумай кого-нибудь найти. Прости, Елизавета. Прости меня, Надюшина. Прости. Худой. Постарел. Я виноват перед тобой. Оставил тебя, когда был нужней в силу. Прости. Она и не убийца совсем. Просто воевала с врагами своей семьи. Мне даже жаль, что мы ее поймали. Это Фрейд во всем виноват. Прости. Денька. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер Привет Не свежие листья салата или вечнозеленый фикус Привет Это метафора Это та шпарина, этот человек работает с тобой Так получилось Сочувствую С этим цветком Надо обращаться нежно Он не любит много влаги Удачи Не плачь Браво Это тебе Тема нашей передачи Легализация оружия Одни видят в этом законе Защиту от роста преступности Другие сравнивают С новым вариантом русской рулетки Выходи за меня Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok